Всем привет! С вами Прия. Сегодня хочется рассмотреть и показать вам изменения легендарок на Война в 7.2. Итак, мы рассмотрим общие легендарки, которые типа Сефус и Поступь Агромара, и потом конкретно Классовые. Итак, начнем же. Открываем вкладку Добыча и открываем все специализации. Итак, начнем же. Шипастый шлем Сен-Ара остался без изменений. Придас аналогично. Нестареющий прием получил в свой арсенал 719 универсальности. Очень большое число, и все равно эта легендарка остается такой вещью, которая используется, скажем так, между пулами. Между пулами паков для перебежек, не более. Плащ на Хури Спек остался без изменений. Повелитель Судьбы аналогично. Кровавые Аковы Монорота, использующиеся всеми специализациями Война, получили 771 к универсальности. Что самое интересное, изначально они получили бонус к Криту при первых обновлениях легендарных вещей. Но сейчас же все-таки дали универсальность. Универсальность более ценный стат на моего Война в защите, чем Крит Удар. Я доволен. Несказанно рад. Тяжелая рука Арковона без изменений, рукавица Кукушана без изменений, позвоночник без изменений, неутомимость Громовержца. Очень хороший ап, при том весьма серьезный. Это сделано с целью повышения Война на каких-либо боях. Итак, за каждую цель, пораженную Ударом Грома, оставшееся время восстановления Деморализующего Крика сокращается на 3 секунды. На живых серверах сокращается на 1 секунду. Вы только представьте, раньше, чтобы полностью завершить время восстановления Деморализующего Крика, нужно было дать по 90 целям Удар Грома. Ну, скажем так, допустим, за 1 Удар Грома там 30, за другой там еще 30 и еще за другой 30. И только тогда мы получаем полностью восстановленный Деморализующий Крик. Даже чуть раньше. Он же и сам по себе еще восстанавливается. А теперь это в 3 раза меньше. Просто идеально. Этот пояс, я дропнул его второй Легендаркой еще где-то в октябре. Или я вру. В ноябре. В ноябре я получил его. В общем, я одеваю его только при том случае, когда буду пулить баг из 3 мобов в Мифик Плюс. На 3 мобов вполне неплохо. Теперь за каждый Удар Грома минус 9 секунд от 3 мобов. И я доволен. Крафтовая Легендарка. С Кузнечного Дела. Ой, что-то это не то. А вот, собственно, реагенты, которые нужны у нас для крафта этого дела. Рецепт изучается у Кузнеца, Учителя Кузнечного Дела. Слитки демонической стали в большом количестве. Кровь Саргераса. И реагенты. Один персональный при получении. Второй эссенция осколка пустоты. Это все берется с новой локации, которая открывается в 7.2. Расколотный берег. Там мы будем покупать, приобретать, добывать эти реагенты. Откуда, как, почему, зачем, для чего. Не могу сказать, не изучал особо. Давайте глянем бонус. Ну, во-первых, 3 сокета. Ну, это такое себе. На твинков разве что. И что самое удивительное, вы только взгляните на это. Легендарки теперь можно одевать со 101 уровня. Весьма неплохо, на самом деле. Потому что бывают иногда такие моменты, что человек прокачивает своего твинка, убивает определенное количество рарников, лутает какие-либо сундучки, которые имеют фиолетовый контур и содержат, допустим, ресурсы оплота класса или силу артефакта, и ему дропается легендарка, и он не может ее одеть до 110. Теперь же ее можно одевать со 101. К тому же, эти легендарки можно скрафтить и переслать на своего персонажа, недокачанного, и получить большое количество стат на этот левел и бонус. К тому же, есть такая тема, что люди специально апают 101 левел на персонажей и начинают фармить ими какие-либо точки голдфарма. Теперь это можно будет делать еще эффективнее. К тому же, бонус весьма приятный и заточен на мувспид и передвижение. Когда в радиусе 8 метров от вас находится противник, вы останавливаете 1% от вашего максимального здоровья раз в 3 секунды. Ну, это не очень, да? А если в радиусе 8 метров от вас противников нет, ваша скорость повышается на 15%. Ну, типа неплохо. Почему бы и нет для пешего хода самое то. Вот так вот. Бремя земли без изменений поступь агромара теперь отсчитывается от таких стат, как искусность и универсальность. Ну, или-или. Ну и к тому же, на эти сапоги добавили такой стат, как крит-удар. То есть, на живой версии поступь агромара имеет скорость и искусность. Сейчас мы это дело проверим. Да. И работает только от скорости или крита. Выбирается наибольший показатель. В 7.2 будет работать от искусности или универсальности и добавлен крит-удар. Вы только вдумайтесь. Допустим, если встретить какого-нибудь воина, к тому же специализации оружия, у которых основной стат идет искусность, и у него будет искусность разогнана на процентов под 90 или 100, а это вполне уже будет реально сделать в 7.2. Я надеюсь на это. При хорошем эквипе вполне можно будет это сделать. Он будет иметь очень большую скорость передвижения. Ну, просто плюс 75%. Это очень много. Просто очень, очень и очень. Так что, что-то я чувствую, будут нерфы. Либо процент снизят, либо вес стат. В общем, посмотрим. Интересное, что-то будет касательно этого. Сефус. Сефус получил пассивный бонус. Помимо своего прока на 70% скорость передвижения и 25% скорости, как статы на 10 секунд в кд 30 секунд, есть пассивные статы. Повышение скорости передвижения на 10% и повышение показателя скорости на 2%. Они все пытаются выводить сефу за что-то полезное. Ну, что-то чуть-чуть уже начинает получаться потихоньку. Верим, надеемся, ждем то, что в каком-нибудь 7.3 будет еще улучшение. Посмотрим. Итак, каменное сердце аялы без изменений. Несокрушимая стена. Используя мощный удар щитом, вы дополнительно накапливаете 2 единицы ярости. Неплохо. Неплохо. Будет ли использоваться это кольцо вновь? Не знаю. Перерожденная ненависть Архимонда. Без изменений. Пылкое желание килл-жедена. Без изменений. О, что же я могу сказать-то? Ну, типа, единственное, чему я рад, это то, что кровавые аковы монарота будут давать не крит, а универсальность. Да и все, в принципе. Мне большего и не надо. Ну и то, что поясок будет откатывать на 3 секунды деморализующий крик от одного удара грома, а не на одну. Неплохой апп, то есть, можно сказать, x3. Я доволен, да. Что ж, надеюсь, какие-то легендарки еще улучшат. Надеюсь, будет без нерфов, без каких-либо ухудшений этих легендарок. Текущий момент мне, в принципе, нравится персонально для себя. Я доволен. Хочу услышать ваше мнение по поводу этого. Чтобы вы хотели предложить, допустим, таким легендаркам, не особо пользующихся спросом, типа, там, Придоза, не знаю, Сефуза. Ну, опять же, ну, Придоза, Сефуз, это такие самые конфликтные легендарки, на самом-то деле. Ох, в общем, всех благ вам. Часть и здоровья, монолог мой заканчивается к концу уже. Легендарок, разумеется, побольше полезных, самое главное. А какие полезные легендарки, это вы уже сами для себя решите. До скорого!